и покоялись. О молитвах святых я для себя решил вопрос в теории. Я не против того, что я обращаюсь к Богам, я обращаюсь к самолитвенникам обо мне. Я смотрел ваше видео, где вы говорите о том, что святые принимали почитание, поклонение, можно так сказать, от людей, как к людям. И я согласен с этим. Но когда я на практике приступил к этим молитвам, то само содержание этих молитв у меня лично сметило таким образом. Они составлены так, как будто побуждают меня обращаться к святым не как к самолитвенникам, а как к самим источникам благодати. Могу даже привести те, которые... Так, сразу спрашиваю, не против, что записываем, выставляем? А, нет. Нет. Так, ну люди живые, тут очень просто доказывать. Мы верим, мы же не адвентисты седьмого дня, что у человека есть душа. Он умер, он только перешел. Умер это название-то для тела, а не для души. Ну а больше ничего нет. Я молюсь, запустим, Никола чудотворец, моли Бога о нас. Вот вся молитва. Всего тут сколько? Никола чудо, название его. И моли Бога о нас. Три слова. Как тут источник? Он источником не является, он является ходатайом. Только он в непосредственной близости к Богу, уже освобожденный от земного тяготения, суеты, забот. Вот и все. Притом заставлять никто нет. Либо ты был не против. Ты можешь и не молиться. Спасение от этого не зависит. Ну все-таки тут я с вами согласен. Просто сами слова молитвы. Ну здесь сейчас прочитайте. Ну хотя бы небольшой пример. Пресвятая Богородица спасена. Так, по частям. Так. Я дичь согласен. Вот святая, а тут пресвятая. Но я так молюсь. Церковь приняла. Тут еще акт послушания. Спаси. Это говорится только к ней. Она выходит из ряда тех святых. Какое значение ей придается церковь? Спаси молитвами твоими. Мы говорим, а разве может спасать? Ну а как же? Это, допустим, человек если не знает священное писание, то он будет противоречить. Вот я сейчас вам прочитаю. Слово Божие. Я обращался когда к людям, которые не признают это. Я говорю, а как вы это объясните? А смотрите как получается. Так. Нееме 9.27. Запишите. Нееме. И ты с большой буквы отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесноте для них, в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей. И они спасали их от рук врагов их. Ну, кого давал? Спасители. И они что делали? Спасали. Так что ничего тут особенного нету. Само Писание говорит, кто спасает, тот и спаситель. Ну и по смыслу так понятно. Если мы просим кого-то здесь, помолись обо мне. Мы обращаемся к нему как к кому? Как ходатай за нас. Да один ходатай между Богом и человеком. Один-то один между Богом и человеком. А между человеком и Богом их много. А какая разница? Имеется ввиду со стороны Бога. Апостол Павел говорит, и по ходатайству многих, чтобы я был вам возвращен. Значит, ходатайство от многих. А с той стороны ходатай один. Дальше. Да, я согласен. Есть еще в новом завете много открытых говорится. А что жена, не знаешь, не спасешь ли мужа? Да, да. В таком духе много есть. Да. Да. А вот насчет того, когда обращаемся к Матери Божией, вот так, что очисти меня от страстей. Это в обязанность не ставится. Тут надо все время давать пояснение. А если говорим, спаси, то, моли так, спаси, только к ней обращаются, не считая Бога. А ты говоришь, меня смущает. Ну и не молись. Никто это не заставляет. И когда вера придет, будешь молиться. Здесь нет никакой ереси, если я не буду молиться, лишь бы я не хулил. Вот вопрос. Непосредственно ставить в обязанность человеку, чего нету в канонах, никто и не пытается. Ясно. Церковь берет даже малое, где-то отдельно. Пометка какая-то, и она берет. А у сектантов как? Каждый мысль. Ага, до меня все заблуждались. А ему сейчас открыто. Все. Баптизм образовался. Вот крестить. Только во взрослом. А с чего решили, что только во взрослом? Вообще непонятно. Я с Баптизмами рассказываю, когда говорю, говорю, а вы верите, что это прообразовано было обрезанием? В послании к Колоссянам Павел говорит, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обречением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв крещеным. Ну тут уже оспаривать никак не надо. Обрезанием Христовым. Ну а обрезание было какое? Восьмидневном в возрасте. А что заключалось? Завет с Богом. Ну восьмидневный еврейский мальчик-то он не больше понимал, чем христианский. Ну а можно было никак. Исаак восьмой день был обрезан. А Авраам во взрослом. Ну а кто-то оспаривал. Оспаривать нельзя было. Написано, душа-то истребится. Спорить-то нельзя было. Ты или делаешь, или умираешь. И все. Так и здесь. А то распрообразовал восьмидневный завет с Богом и это. Я как-то беседовал с баптистами. Я говорю, вот у вас на руках ребенок. Она на собрание пришлась с ребенком. И вот сейчас, в данный момент, ребенок ваш умирает. А вы его не взяли с собой, вы его не крестили. А крещение – вход в церковь. А церковь – это корабль. Она погибает. Я говорю, сейчас крещу. Она сразу переменилась. Она его любит, ребенка. И весь сказ. Крещение – это дверь входа. Ковщик – это церковь. В церкви должен быть ребенок. Должен. А в каком возрасте? Восьмидневно и позже. Тут очень просто все. Если страх Божий есть. А сектантство – это всегда узы взгляда. Вот он между этим еще одним глазом увидал. Как пьяница через горлышко бутылки. Чего не возьми? И все так. Суббота. И вот начинает суббота. Субботу, чтобы подогнать, значит, души нет, адвентисты. Нет души. Я говорю, под жертвенником души. А это символизм. Им показывает притча. Вот и Лазарь, Авраам. И там разговаривает. Это притча. То есть на все можно найти. А от них уже вышли эговисты. Вообще троицы никакой нету. Конца безумия-то никакого нету. Ты или послушание имеешь, или в надменности своей дуешься и погибаешь. Рано или поздно, если Бог не откроет тебя, ты все равно лопнешь. Зачем мне мудрство, что до меня все были глупцы, а я умница такой? Одно. Избави меня от лукавого, Господи. Изгони нечистую силу. И все на этом. А вот вы коснулись с темы где-то крещения. Тут небольшой момент я хотел уточнить. Потому что я слышал мнение Осипова. Он говорит, что нельзя... Я понимаю, что прообраз крещения было обрезание. Он говорит, что нельзя их сравнивать, потому что в прообразе не участвовала благодать Божия. Тогда ничего у нас нет у православных вообще. Он дуркует. Не дурит, а дуркует. Он играет грамотностью, он неверующий. Я вот посмотрел, у него страха Божия никакого нет. Для него Библия что есть, нет. Да до него святые отцы столковали. А он кто? Бритый масон. Галстучный. Нужно нам его слушать. У него все можно делать. Женщина в брюках, он... Даже уж совсем еретик, никакой стервиков. И то, что в брюках в дом не заходили. В его дом приходят женщины. А у него разницы никакой нет. Лишь бы его не выгнали. Он перепортил всю церковь. Сколько священников есть сейчас бритые. Такие... Они все от него идут. При советской власти был профессор, когда даже в студенты нельзя было, в семинаристы, поступить без работы в КГБ. Кто он такой? Пусть он сознается сначала. Он порченный со всех сторон. И не надо этого бояться. Если бы был настоящий, он бы сказал, так говорят святые отцы. И на этом конец. Так говорит святая Библия. А он в вольном переводе начинает говорить так, что-то сойдется, не сойдется. Он никогда не цитирует по Библии. Вы меня спросили, я сразу раз Библию открыл. Он этого не делает. Ему это не надо. А если делает, только там, где совсем не о том говорится. Я его не очень много слушал. Смотрю, какие сидят, все без платков и прочее. Это его постоянная аудитория. У меня даже в университетах так не ходили. В университетах. Так я-то никто там. Вы в этом моменте с ним не согласны, да? Совершенно тут не согласны. Где согласен, где он правильно говорит, то да. А возьмет воскресение Христовым, он что говорит. Из ада Христос всех вывел. Образное выражение. Он просто играет. Как говорится, разводит людей. Слова Христа об этом есть. Апостолов есть. Но надо понимать, где гиперполическое выражение. Я говорил об этом. Холмы прыгают от радости. Никогда не прыгали. И Ордан повернул спять. Давид говорит, он никогда не поворачивал. Вода назад не им идет. Она остановилась и поднимается выше. Насчет англо. Уточните. Вот молитва. Да. Да. Смотрите, какой еще есть момент, что ангел, ангелы Судьбы и Судьбы. Так? Да. И я не знаю, насколько это правда. Тоже по Библии ничего не могу сказать. Просто мне кажется, что ангел не может исполнить ни больше, ни меньше, чем ему повелит Бог. Да. То есть его нельзя упростить. Ангел только то, что ему разрешено. В своей сфере он и делает, и просить его нужно. Как же нет? Мы обращаемся к нему как к живому. Его просил о чем-то будущий освободитель, спаситель израильского народа. Седьмая глава с книги Судьи. Гедеон. Разговаривает с ним. Он ему повелевает, он слушает. Гедеон его просит. Его Яровал звали. Ты, говорит, не уходи пока. Он говорит, хорошо, я не уйду. То есть нормально идет разговор. Почему нельзя? Его можно просить. Это мы видим во всем священном писании. А сектанты, они берут только одно место писания. Когда Иоанн поклонился, он говорит, не делай, я тоже тебе служитель. В откровении. Если человеку нельзя кланяться, то они берут только Петра. Петр говорит, я тоже человек. Объяснить ничего не могут. Они глупые-глупые. А почему нельзя, когда везде было это? Сыны пророческие поклонились до земли Елисею, он принял. Заходит мать Соломона, покронила, он принял. А почему вдруг не принял? Да потому что они Петра признали за Бога, за Бога. Он говорит, я тоже человек. Зачем эти слова-то говорить? И так видно, что человек. А язычники легко обогатворяли. И говорили, это боги в образе человеческом сошли к нам, когда Павел с Варнавой там были. Ну надо же объяснять. Вот я объясняю, тут понятно почему. И тогда то правильно это. А у них одно место взяли, а почему в другом месте кланились, разрешали другие святые? Они не могут ответить. Они совершенно не понимают Писание. Они выдергивают одно место, и каждый перед другом выкобенивается, выламывается, как шут с бубенчиками. А судей вы говорите, 7 глава? Судей, книга Судей. Судей. А Геони говорится. Он говорит, какой стих? Ну там вся глава об этом говорится. Начинаю. Первые стихи он говорит, с ангелом разговаривал. Ангел. Ну надо прочитать шестую, седьмую и восьмую. Это об одном событии. И он находится в Тащиле. Тащила это место, емкость, как сегодня сказать, зацементированная, где топтали виноградные кисти и выдавливали вино. Ну а младенитяне приходили, располагались со скотиной, все у них пожирали. И оставался народ голодный. Скотину, овечек, валово, осло, все забирали. И он залез, где-то там у него в закутке было, залез и внутри там потихоньку пшеницу долбит. А он подошел и говорит, Господь с тобою, приветствую тебя правильно, ангел сказал. Он говорит, а ты с нами, почему такое нас постигло? Он говорит, с этой силой ты теперь иди и победишь. С какой? А ты на себя не надеешься. И он сделал так, Господь, что он пошел воевать. Врагов было в четыреста раз больше. На каждого воина у него четыреста. Четыреста было этих врагов, и он победил. А то Бог так уменьшал, уменьшал, иначе вы победу припишете себе. Вот почему боязливые и беспечные они не пошли. Он их выявил и отсеял. Триста человек там, сто двадцать тысяч победили. Да, я слышал эту историю. Сам, правда, еще не читал. Ну, я говорю, что написано, можете посчитать. Да. А вот, значит, молитвы Кресту. Недавно столкнулся. Ну и что? На Кресту? Кресту или Христу? Кресту. Кресту, да? Вот так вот, да? Да. Ну и что? Там слова такие. Ну какие? Да. 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 То есть обращение к предмету? Да. Верно? А как так? А вот как так? Мы сейчас посмотрим как. Вот. И вот в конце молитвы. Крест Господень помогает ему со святой госпожей Дьявой погрузки. То есть крест ставится на ряду с живыми людьми. Да. Ничего тут особенного нету. Если мы Писание-то знаем. Если минуя Библию, тогда да. Вот в Ветхом Завете крест был прообразован жертвенником. Тут вопросы снимаются все. Это действительно так? Ну вот мы видим. В одном месте был послан пророк. Так. Сейчас мне сразу-то могу не захватить. Вот. Жертвенник, кажется, говорю. Сейчас. Вот. Считаем. Мы сейчас пройдемся. Да. Третья книга, Сарс, 13-2. Запишите. Угу. И произнес к жертвеннику Слово Господне. Не к пророку, а к жертвеннику. И сказал, жертвенник, жертвенник. Восветательный знак. Так говорит Господь. То есть кому он говорит это? К мертвым камням. К жертвеннику. Вот. Родится сын дому Давидову. Имя ему Иосия. И принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение. И человеческие кости сожжет на тебе. Вопрос. Кому он обращался? К жертвеннику. Да. В Ветхом Завете жертвенник оболкновенной камни. И церковь это приняла тем более жертвенник новозаветник, который пропитан кровью не ягнят, о крови самого Спасителя мира. А для чего это нужно? А не надо спрашивать, для чего Бог так установил. Жертвенник, жертвенник. Если бы в Библии этого не было написано, в другом месте написано, искажи к перекладине, перекладине, которая есть вверх. Сейчас я прочитаю, где еще. Вот, сейчас мы посмотрим, как это идет. Что там у меня? Две буквы наверху или что там? Ошибка. Вот. Ошибка. Видите? Ошибка. Я не вижу тут. Ошибаюсь. Вот. Псалом 23.7. Запишите. Псалом 23.7. И 23.9. Поднимите врата вверхи ваши. Эта речь обращается к мертвым воротам. Ну, кто будет так делать? Вот подошли, допустим, и переклади на низкое. Ты же не будешь говорить, поднимите вверхи. Мы стараемся комод повернуть боком или как-то пронести. А если еще несешь большой какой-то, допустим, комод или что-то, ты же не будешь говорить, подними вверхи. И поднимитесь двери вечные. Кому обращение? К дверям, к воротам. И войдет царь славы. Потому что он нигде не кланяется. И врата поднимают перекладину. То есть, поднимите врата вверхи ваши, поднимитесь двери вечные. Войдет царь славы. Девятый стих. Два раза повторяется. Ну, и как будем понимать теперь это? Ну, это политический оборот. Ну, вот и все. Так понимаю и здесь. Если там мы это допускаем, то тогда приходится по неволе признать и здесь. Нет. Ну, потому что, ну, это перенос называется экстраполяция событий во времени. Там мы приняли. Это любой сектант примет, потому что они любят Библию. Хотя и не понимают. Но, однако, говорят, я говорю, а что это означает? Я как-то был в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда. Ну, и там попускают, группами запускают. А там групп шесть по разным концам собора. И там столько гидов, они разъясняют. Ну, а я подошел к этой, которая центральная царские врата объясняет. А там написано, поднимите врата вверх, и ваши войдет царь славы. И она объясняет, молодая такая. А я говорю, она говорит, это на Пасху очень праздничная одежда у священников. И такое песнопение, что врата пропустили священника. Я говорю, нет, это неправильно. А как? Я говорю, Христос после воскресения из мертвых входит в небесную отчизну. И слава его столь велика. Написано про славу, которую я тебе имел, прежде бытия мира имел. И у него, а он ни перед кем не кланяется. Он Бог. И тогда обращение идет к вратам. Поднимите верхи ваши, верхнюю перекладину поднимите. И войдет царь славы. Это царь славы Христос. Она говорит, тогда объясняйте. Я начал объяснять, продолжил слово. И все сгрудились. Там продают билеты, а никто войти не может. Ну пусть кто-нибудь похвалится. Почему? Да потому что слово Божие. Это Бог так делает. И билеты продают, а зайти никто не может. Тогда меня уже попросили выйти в эти двери наружу. Чтобы люди за вами вышли. И никто не запрещал. Советское время. Если ты любишь Бога, для Бога это делаешь, то и врата, и двери, все от тебя будут другого размера. Угу. Угу. Так. Другой вопрос? Да. Сейчас. Ага. Продолжение темы. Вы только что сказано. Старайтесь потом смотреть это, еще раз проверить, что я сказал. Я смотрю. 1 Коринфян. Коринфян 15. Давай. 1 Коринфян 4.5. А опять. Посему не судите никак, преждевременно. Да. Пока не придет Господь, в Которое осветит скрытое во мраке, обнаружите сердечное умирение. И тогда будет каждому похвала от Бога. Вопрос мурш策. Вот в чем заключается. Т inquisiting относится к тому, что нельзя преждевременно судить о том, кто спасен, и кто находится у Бога. Кому можно молиться. Да, вообще-то да. Если так брать буквально, то не судите никак. Но в Церкви откровение есть. Это говорится, если так уже брать больше-то, чтобы мы, как говорится, с кондачка не судили. А я думаю, это было показано жизнью, что он святой. Мы не знаем, где находится вот такой-то человек, но никто не сомневается, что пророки, 12, которые от колена, так сказать, идут от Исаака, от Якова, и 12 апостолов, они все в раю. Потому что в откровении говорится, видел я 24 старца. Это толкование одно, что это ветхозаветние сыновья Якова и новозаветние, избранные Христом Богом, 12 апостолов. И поэтому тут и судить не надо, никто их не судит. В частном порядке, чтобы мы это не делали. Ну понятно, апостол Павел был казнен. Ну кто сомневается, что он умер? Это его нету в раю. Ну кто, кто может? Говорит, это может только мусульманин или даже не знаю. Они его сильно не любят. А мы верим, что он на небе. А раз он на небе, я его мог, если знакомый был бы, он поехал в Москву. Я бы сказал, ты, Павел, за меня помолись там, когда будешь, а то я скоро в поездке буду. А если бы он на Луне был, раз если нет, расстояние не влияет для молитвы. А вот Павел теперь непосредственно освобожден от тяготы этого тленного тела и у Бога. А когда мы верим, что Бог слышит, тогда и говорит, они знают, что там есть под жертвенником, доколе не встишь за кровь нашу. То есть она неотомщенная кровь, она вопиет. Вот так. Ясно. Другой вопрос. Да. Как-то первый раз, когда я вам позвонил, я хотел спросить о спасении. Вы сказали, что человек не может попасть на небеса без награды. Что там не будет ни одного без награды. Без награды? Да. Ну, конечно, написано. Даже если один талант, он говорит, дайте в управление один город. А когда я об этом пытался говорить, вообще раньше еще, на беседах с вами, мне приводили стих какой-нибудь. Каринфян. Понятно, что как голубня сам бы спасется, как бы из огня. Так слово спасется... Я хотел сказать. Да. И это не означает, что он в рай попадет. То есть от уничтожения спасется, чтобы пойти в ад. Он спасется от уничтожения. Это против адвентистов седьмого дня. Как бы из огня. У него ничего нет. Это не в рай человек идет, а в ад. От огня реки, когда пройдет через нее, и выйдет, как головня обгорелая. Для того, чтобы быть наказанным, брошен в озеро Огненное. Он спасся от уничтожения. А они говорят, как солома малахи уберут, как солома сгорит, ничего не будет. Голубой понедельник на всю жизнь устроили себе. Как немцы говорят после горькой выпивки. То есть будут люди, которые будут уничтожены огнем этим, да? Наброса уничтоженных не будет, чтобы они не в ничто превратились. А он, говорит, спасется, грешник, от огня. Спасется. То есть не уничтожится. А праведники воссияют, как солнце, будут взяты. А эти, как головня обгорелая, будут взяты и брошены в озеро Огненное. А, понятно. Они не уничтожатся. Они будут помнить, что делали призыв Божий, отвергали, наздевались над верующими. Ну, о чем говорится при мудрости Соломона, там 2-я, 5-я главы. Да, хорошо. Интересно. Ну, хотя здесь, в этом стихе, как говорится, впрочем, сам спасется, как бы, в противопоставлении тому, что он потерпит урон. Урон очень большой, он не спасся. Он спасется от уничтожения, когда пройдет через огонь. Перед престолом будет река Огненная. Сектанты никогда не толкуют, что это за река. А она у Даниила показана. Зачем, я говорю, река? Ни один еще не отвечал. Ефрем Сирин объясняет, чтобы всем пройти через нее огнем, испытывается. Огнем, написано. Праведник, как солнце, воссияет. А грешник, как головня обгорелая, выйдет. То есть он не уничтожится там, не сгорит в этой реке. И тогда будет брошен в озеро Огненное. Ну, пока что услышали, возьмите там, потом переварите. Другого-то нету ничего. Там написано, кто, говорится, заповеди блаженны нищие духом, и кто малейшего из заповедей всех нарушит, малейшим нарещется. А я говорю, давай по порядку. Блаженны нищие духом. Ну, девять заповедей там, новозаветних. Ну, пятая глава, считаем мы. Так это меньшая, то есть юнейшая, недавно только сказанная. А человек не кроткий, не миротворец, сможет спасися. Любое блаженство, любое нарушит, и ты не спасешься. А тут написано так, малейшее нарещется в Царстве Небесном. Царством Небесном называется пришествие Христа, а не само место, где Царство Небесное будет. Об этом послание к Тимофею. И в явлении его, и в царстве его написано. В явлении его. Явление называется Царствием. Когда, говорит, приблизилось Царство Небесное, покайтесь. Царством Небесным назван Царь Царей, Господь Господствующих. Он пришел и приблизился к нам. Где Царь, там и Царство. А где Царя нету, если бы душа туда пришла, и Царя не нашла, она бы ушла из рая. А зачем мне этот рай нужен? Когда нет моего любимого Господа, ради которого я жил. Невеста вышла замуж. Ну, привезли ее, ей показывают сады, там все, и спальню. Но она уже начинает оглядываться. А потом спрашивает, а где жених? Жениха его не будет. А куда меня привезли тогда? Ну, в его апартаменты, и показать, какое царство. Да зачем оно мне без жениха-то? И так и здесь. В явлении его и царстве его. И они малейшими нарекутся, то есть будут брошены в огонь вечно. Эти места сектанты вообще не понимают. И когда говоришь, они начинают умничать. А одно другим не сходится. Ну, как ты, Цар, все будешь, когда нарушил одно из блаженств? Любое возьми, и без него ни один не войдет. А вот эти огненные, вы говорите, очень похожи на мытарство. Нет, мытарство это при жизни, когда душа проходит 40 дней. А озеро Огненное, это вечное мучение. И ад будет брошен в озеро Огненное. Я не о том, я говорю о реке Огненное, которую люди должны пройти, чтобы дела их не были испытаны. Нет, дела испытаны, она испытывается сейчас здесь. И там они будут показаны в яве уже. Праведник, исповедник, мученик. То есть у него как бы над головой, как ним будет написано, кто он такой. Терпеливый, многомилостивый. Вот Филарет, и он называется там многомилостивый. Другой плачливый Феофил был. Все время плакал. То есть у каждого свое и свой венец. И имя его, которое знает только Господь и человек, оно написано на нем будет. На этом столбе. Пока все, кажется. Ну вот так. Больше ничего нет. Вас никто не обижает там? Нет. Нет, ну хорошо. Пока нет. Вы все вопросы записываете. Не бойтесь, что если не ответите. Никакой беды в этом нет. А полученные ответы, когда будете слушать, вы себе выписываете поклонение к кресту. Почему? Крест есть жертвенник. К жертвеннику обращались, и перед ним повергались они с пережертвенником. Везде написано. Так что ничего особенного нет. А вот маленький еще вопрос. Ну, на вскидку. Можете мне сказать? Достоверность творений святых отцов. Не жития, а именно того, что они написали. Слово Божие проверяется. По слову Божию. Нет, как не... Знать, что творений не написали в нынешнее время, и подложили как-то. Ну, святые отцы называются многие, но все ли они одинаковые. Но надо смотреть на это. Просто надо смотреть. Ты хочешь открыть пойти? Да. Стучит? Ну, поставь тогда так. Не, нога... Ну, какие отцы, допустим, что сказали? Я для себя взял правила. Как говорят, все проверяй по слову Божию. Как Кирилл Русалимский. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Ну и все. Это прямое обращение к слушателям. Если оно не сходится, как я могу принять? Почему Иоанн Златоуз говорит, избирая пастыря, не избери волка? Мы должны быть очень внимательны. Феофан Златоуз говорит так. Кто-то скажет, я тебя благословляю. А Бог говорит, а я тебя не благословляю. И тогда что будет утверждено на небесах? И к чему он подталкивает? К тому, чтобы я искал благословение Божие, а не только человеческого. Я в одних был, а у него сын взрослый такой, большой уже. А отец очень сильно верующий. Сын заходит, пап, благослови. А у самого большая сумка в руках. И он, Бог благословит. Старобрядцы. Он выходит за дверью, я говорю, а ты еще благословил? Ты чего у него в сумках? Не знаю. Да-ка ты верни его назад. А он вышел, кричит, Вовка, ну-ка вернись назад. Вот этот Вовка пришел и говорит, ну-ка покажи, ну открой сумку-то. Он открыл, а там полная бутылок спиртного. Ну я говорю, ну и что ты благословил? Да как же так? Да я так, да что тебе так это-то? Ты сначала узнай, какой скорпион заложен-то. А потом сын это попадет уже на грабеже и сядет в тюрьму. Вот и все. Грабитель и насильник. Надо смотреть, словами не разбрасываться. Отвечать за них надо. Вот сейчас я гляжу, народ до того тупой. К стерлингу, который новый из всех, кто образует, стерлингов Герман и Львович. Вот эта секта самая настоящая. Просто стопроцентный сектант. Он не безблагодатный, он ничего не признает. Он такой разрушитель, хулитель, лжец. Он под анафимой находится. И Библию все отрицает. Скажи ты, лезут к нему. Лезут, продают имение, лезут. Да достойны же этого люди-то. У него ничего-ничего нет. Он не может ответить, что он на этой спекуляции-то в 90-е годы Алисе своей заработал миллионы. А вот он самый молодой миллионер, самый молодой грабитель, обманщик, спекулянт. Вот как надо говорить. И когда спрашивают Смирнова, отец Дмитрий Смирнов, ну он же ясно видит, он московская патриархия, это еретическая организация. Он его не признает. Но что-то, видимо, имеет. Ну знаете, это такой оригинальный человек. Вот это у русских такие люди. То есть он лукавый-лукавый, этот поп Смирнов. Почему ты прямо не объявишь его еретиком? Он попрал все. Он греческую церковь не признает. Старобрядцев, имеющих священство, не признает. Патриархию ни одну не признает. Он еретик полновесный. Лжет непрерывно. Библия переведена неправильно. Он даже не знает. А почему? Да это вот ее испортили. Да и вот там такие-то люди. Давай я сейчас попутно вам прочитаю немножко хотя бы. Вот посмотрите. Герман говорит, ее испортили. А мы считаем. Послушайте пока. Я сейчас увеличу, чтобы Володе это можно было снимать. Хотя бы до 22. Вот. Так, минутку. Я не вижу, где это у меня. А, вот она где. Святые отцы в большинстве своем еврейским языком не владели и считали Ветхий Завет в греческом и латинском переводах. Через иудейских книжников промыслом Божьим священный текст Библии с удивительной точностью сохранился и дошел до нашего времени. Мы с оригинала-то, с еврейского библии переведенную это. А Стерлигов говорит, она неправильно. Евреи испортили. Испортили о гавиреи испортили ее. Слушай, вот несколько примеров указаний Талмуда о законах строжайшей точной передачи текстов. То есть ни одной книге в мире с такой точностью не было передано. Особое правило. Первое. Свиток изготавливается только из шкур чистых животных, как для жертвоприношения, и скрепляется жилами таких же чистых животных, на чем писать будут пергамент. Длина каждого столбца составляла от 48 до 60 строк, то есть на одной странице. Длина каждой строки составляла 30 знаков. 31 уже нельзя было писать. Ну где вы найдете такую книгу, чтобы такие правила были? Дальше. Перед началом письма весь манускрипт, то есть рукопись, должен быть разлинован. Весь, до конца. И если хотя бы три слова написаны не по линии, съехал из линии, вся работа негодна. Ну где такая точность-то? Герман ничего этого не знает. У него никакой ни грамоты нет, ничего нет. Он плуту, плут, разрушитель. Дальше. Чернила только черные, изготовлены по особому рецепту. Я ему сегодня это выставил на несколько его роликов. Я знаю, какая его реакция будет. Он хулиган, он бросается, дерется, разговаривает по эфиру и хватает все со стола и бьет там. Есть такой там Медведев. Д, интересно. ДА. Как будто Дмитрий Анатольевич. Но там, видимо, человек с волхвованием сидит. Переписывать можно только оригинал. Недопустимы абсолютно никакие отклонения от переписываемого текста. Ни одно слово и ни одну букву нельзя писать на память без свечения с текстом. Вы понимаете, что такое? То есть по буковкам списывали. Между буквами должно оставлять интервал шириной в волос. Между абзацами в столбцах интервал шириной в девять букв. Между книгами три строки. Ну, написал первый царств. Теперь второй царств три строки. Переписчик, то есть софер, должен быть евреем. Умытым перед работой с головы до ног. Одетым в еврейские национальные одежды. При написании имени Бога перо не должно дважды обмакиваться в чернила. При написании имени Божьей переписчик не должен отводить взгляд от текста, даже если к нему обращался царь. Во время чтения к тексту нельзя прикасаться руками. Для этого используется изжасе золотые или серебряно-указский яд в форме человеческой руки. Свитки, не соответствующие этим требованиям, должны либо сжигаться, либо закапываться в землю. Как они могли против этого пойти? Ввиду абсолютной точности списка и обвешалости оригинала, список считается выше оригинала. Поэтому оригиналы не старались сохранять. Поврежденный оригинал считался неполноценным и хранился в синагоге в специальной коморке гений-ц. Если в гений-ц становилось тесно, то оригиналы уничтожались. Продолжая работу саферов, массореты для страховки точной передачи текста, а может и усматривая в том какой-то мистический смысл, указывали на полях число букв в одной строчке, слов и даже и фраз в каждой книге. Отмечали, какая буква находится в середине каждой книги и всего Танаха, пяти книжек. Сколько раз определенное слово находится в каждой книге во всем Танахе. Даже подсчитывалось, сколько раз встречалась какая буква алфавита. Изначально библейские книги не имели никакого деления. В 1205 году кардинал Стефан Лингтон в Кембридже разделил на главы библейский текст вульгаты. Это разделение было завершено в 1240 году ученым-доминиканцем Гуго де Сен-Шир, издавшим свою симфонию в вульгате. Парижский тибограф Роберт Стефан ввел разделение всего текста на стихи в греко-латинском издании Нового Завета в 1551 году и в полном издании всей латинской Библии. Текст с 51-го и 3-го века до Рождества Христова не дошел до наших времен, которые при Толомееве и Филодельфе были. Кто переводил, писал там, переводили? Акила, ученик Равей Акиби, 50-й, 132-й год по Рождестве Христов. Грек, родственник императора Адриана. Сначала он принял христианство, а потом стал иудейским прозелитом. Осуществил новый перевод, в котором буквализм является главной характерной чертой. Феодатион II, прозелит из Понта, жил во второй половине II века по Рождестве Христовым. Книга пророка Даниила и сейчас его переведена с его перевода. Симмах, иудейский прозелит, современник императора Авриэля, 161-180-е годы, осуществил совершенно новый перевод, наиболее ясный и изящный из всех переводов. Иудеи вавилонской диаспоры преимущественно говорят на арамейском. Еврейский язык остается только языком мудрецов, хакамов. Считается, что разговорным языком Иисуса Христа был арамейский. Сирская церковь, миссионерствуя в Азии, не позволила переводить священное писание на народные языки. Деяние 242. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Святые отцы, житья святых, многие почерпнули из-за покрифов. Многое. В 365 году было завершено составление Иерусалимского талмуда, гемары. А в 500 году, по рождестве Христовым, был завершен Вавилонский талмуд от оттолкования его, гемара. Гемара, как комментарий к Мишне. В свою очередь бывает двух родов, которые называются Галаха и Агада. Галаха – это закон, правило, постановление. Это юридические и моральные комментарии Мишны. Агада – это сказание, повествование о событиях в реальном или метафизическом мире. Тексты талмудов, в которых толкуется священное писание, называется Мидраж. И когда на евреев говорят, что они умышленно портили текст писания, вот как Герман Стерлигов, то это еще доказать нужно. То, что царь Сидеки сжег письмо от Иеремии, это так. Так, считаем в житиях на праздник Сретения о том, что Симеон праведный, бывший след 70 переводчиков, хотел вычистить, то есть вырезать, слово «дева», как в свитке было написано. Это все басни. Этого ничего не могло быть. Точно так же, что Дева Мария во святая святых была. Это все выдумки. Евреи сразу же на выходе убили бы ее и его. Переписчики текста писания считали до одной буквы, сколько в одной строчке. А он бы сидел, учитель Израилев, Симеон, сидел бы и подчищал. Вы даже не понимаете, о чем говорите. Это все равно, что президент бы сейчас пошел ночью воровать через забор, полез бы где-то. Да просто смешно. Это помыслить даже нельзя. Своровать какую-то букву невозможно было. А тут целое слово «праведный иудей» он бы подчищал и не таясь, потому что об этом всему миру известно. Что выше всего для еврея? Не собственное понимание, а как написано. А он переписывает, иногда годы уходили на переписку. Если четыре ошибки обнаружили, а его проверяли следом, то полностью весь свиток уничтожался. Это труд десятилетия. Если всего лишь четыре ошибки допущены, строчка прошла снова, он и ученик пересчитывали буквы в строке и на полях писали цифру, сколько буквы. Положено, сколько строчек. Ни одну строчку лишнюю нельзя написать сверху донизу в свитке. А они вымеряли между буквами толщина волоса, не больше. Все абсолютно было вымерено. А тут говорят, что сидел он, ножичком выщищал, хотел заменить деву на молодую женщину. Это просто фантазии. Отец Александр Мень и все исследователи говорят, что русские люди, они вообще ничего не хотят понимать в этом деле. Надо знать историю еврейского народа. Евреи за одну букву готовы были умереть за один аз, буква а, как протопоп Авакум говорил. Выше слова Божия ничего не было, и за него они жизнью жертвовали. Псалом 118.13 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Это же сказал-то Давид. Безумные и слепые, что выше, вымыслы или закон Божий? Вы никогда не забывайте про Серафима Саровского, ибо дошло до нас, что он молился три дня и три ночи. Не о чем-то, не о царе, а только о русских священниках и архиереях. И через три дня и три ночи Бог заговорил с ним и ответил, не пощажу и не помилую. Это я беру данные из этюдов отца Геннадия Фаста. Интересно, про Лескова пишут. Донеслись уже и голоса осуждения, меня обвиняют в поношении церкви священства. Но это отца Михаила Ардова. В ответ своим критикам я дерзаю повторить слова из письма Николая Семеновича Лескова. Я никогда не осмеивал Сана Духовного, но я рисовал его носителей здраво и реально. И в этом не счастлив за собой вины. Потому что то, что он писал, это действительно так. Минимально допустимое количество свидетельств для каждого члена секты 10 часов в месяц. Это у проеговистов пишут, интересно. Но чтобы быть на хорошем счету в секте, нужно свидетельствовать гораздо больше 50, 60, 80 и более часов в месяц. То есть ходить по домам и говорить. Особая категория свидетелей, пионеры, проповедуют не менее 90 часов в месяц. И спецпионеры не менее 140 часов проповедей в месяц. Попутно сказать. Почему такое сегодня? Потому что никто не проповедует. Вот я попутно какой даю вам материал. Ну все на этом. До свидания. Все, спасибо. Благодарю, что пришел. Вы включаете. Слава Христу. Ты уже не увидишь, наверное. Сейчас подожди немножко, я открою. Зажгу свет. Чтоб видно было. О! Ну маленько видно будет. А сегодня суббота у нас. Сейчас мы идем на богослужение. Завтра Пасха Христова. Всех с Пасхой Христовой. Христос, воскресе! Воистину воскресе!